Добрый день, меня зовут Котов Максим Анатольевич, я ассистент коэктрилучевой диагностики СЗГМИ Мечниковым, кандидат медицинских наук, главный врач в Центр КТА. И в сегодняшнем видеоуроке я покажу, как обычные рентгенологи смотрят легкие. Итак, осмотр легких рентгенолога начинается с аксиальной проекции легочного режима. То, что проекция аксиальная, мы легко понимаем, потому что человечек у нас разделен поперек, и его тело представляет собой такой вот кружок. То, что режим легочный, мы понимаем, потому что вот у нас есть воздух темный, и такая же легочная ткань, тоже темная. Это связано с тем, что плотность воздуха у нас где-то минус 1000 единиц холонсвильда, плотность легочной по рынке минус 900 единиц холонсвильда. И начинаем мы осмотр легких, как правило, сверху вниз. То есть мы перемещаемся на верхушке легких, с самого начала, и начинаем осмотр. Как правило, у большинства людей на верхушках легких есть такие вот небольшие наслоения, так называемые клеверо-опекальные наслоения. Это связано зачастую с перенесенными ранее заболеваниями, и, в общем-то, особые тревоги врачи и рентгенологов не вызывают. Видимо, нормальное легочное поле как справа, так и с левой стороны. Такие вот беленькие яркие змейки, это сосудистая ткань. Между ними прослеживаются более темные полоски, как вот здесь. Это, соответственно, у нас бронхи, бронхиальное дерево. Более маленькие субсегментарные бронхи у нас сливаются в сегментарные бронхи, которые затем переходят и получаются в главные бронхи, которые наверху у нас объединяются в трахею. Место разделения трахеи на два бронха, на правый главные бронхи и левый главные бронхи, называется карина. Это соответствует где-то средней трети легочных полей. Идем мы дальше вниз и видим базальный отдел легких. Видимо, что по всей поверхности легких на любом из уровней у нас по рейтингам примерно одинаково выглядят. Каких-либо изменений патологических мы не видим. Посмотрели легкие в аксиальной проекции, переходим в сагитальную проекцию. Для этого у нас есть специальный инструмент. Убираем сагитал и, соответственно, смотрим, как бы вид сбоку. Вот мы выходим и видим те же самые легкие в сагитальном срезе. Это нам нужно для того, чтобы понять, где какой сегмент, где какая доля. Итак, видим левую долю. Если обратите внимание, левая легкая мы видим. У нас есть верхняя доля, междолевая плевра и нижняя доля легкого. Никаких включений нет, все в порядке. Переходим на правую сторону. И мы, соответственно, видим уже три доли. Вот у нас верхняя доля, средняя доля и нижняя доля. Между верхней долей и средней долей у нас проходит горизонтальная плевра или междолевая плевра. А между верхней и нижней, соответственно, идет косая плевра. Косая плевра, потому что она идет вот так вот в колсу. Соответственно, косая плевра. Таким образом, мы посмотрели легочную ткань на всем ее протяжении. Следующее, что мы смотрим, это мягкие ткани. Переходим в мягкотканный режим. И раз уж мы стоим в сагитальной плоскости, начинаем смотреть в нем. Вот у нас здесь женщина. Соответственно, смотрим о молочной железе. Видим желейстую ткань, жировую ткань. И смотрим также ткани задней стенки грудной клетки и передней стенки грудной клетки. Соответственно, вот у нас идут кости. Грудина, позвоночник, костистые отростки. Видимо, соответственно, контролекторальную молочную железу, жировую ткань, желейстую. Но для изучения мягких тканей основной у нас является таксиальная плоскость сканирования. Вот у нас начинается с такой более яркой ткани щитовидной железы. Видимо, трахею. Видим плечевые кости слева и справа. Вот у нас вниз идет ключица с одной и с другой стороны. Грудина, дуга аорта. Опять же, трахея, правое, левое легочное поле. Вот у нас снова идет аорта. Вот у нас идет легочная артерия и легочный ствол. Правая легочная артерия. И вот у нас идет левая легочная артерия. В норме диаметр легочных артерий менее 23 мм. При превышении показателей в 23 мм мы говорим о легочной гипертензии. То есть давление в системе легочных артерий повышается, что говорит о перегрузке правых отделов сердца. И является поводом для консультации у картеолога. Смотрим вниз. Видимое сердце. Если говорить утрированно, то поперечный диаметр сердца должен быть менее 1,3 поперечника грудной клетки. Также обращаем внимание на молочные железы. Жировую ткань, железную ткань. Все это мы смотрим и видим, что каких-либо образований нет. Далее видим мы печень, которая занимает правую половину брюшной полости. А в левой стороне у нас вот селезенка. И здесь мы видим желудок. Также практически всегда мы видим надпочечники. Здесь у нас пациентка ухудая, поэтому надпочечники видно не очень хорошо. Вот правый, вот здесь чуть повыше левый. И переходим мы также в коронарную плоскость. В этой плоскости удобнее всего оценим лимфоузлы. Видимо как подмышечные лимфоузлы, так называемые акселярные, как справа, так и слева. Так и мы можем оценить лимфоузлы средостения. Там есть множество классификаций. Но принципиально они делятся на следующие. Паратрахеальные лимфоузлы вдоль трахеи. Лимфоузлы в аортопульмональном окне. То есть между аортой и легочной артерией. Бифоркационные лимфоузлы. Бронхопульмональные узлы. Но здесь мы видим, что у пациентки никаких изменений нет. И следующее, что мы смотрим, это мы смотрим кости. Переходим в костный режим. Двигаем изображение. И мы соответственно можем оценить ребра. Мы можем оценить грудину. И можем оценить позвоночник. Это у нас позвоночник. Наиболее удобный здесь опять же сагитальная проекция. Мы можем посмотреть включица на предмет целостей ребра. Одну за другим. Первое. Второе. И таким образом все 12 ребер мы можем посмотреть, оценить их целостность, косно-травматические изменения. И также косно-деструктивные изменения, которые говорят об онкопоражении. На средневных сканах мы смотрим позвоночник. Остистые отростки, просвет позвоночного канала, а также грудину. С другой стороны то же самое мы все видим. Видим хорошо. Переходим в аксиальный режим. И опять же мы можем оценить хорошо ключицу. Как правую. Так вот здесь у нас идет левая ключица. Соответственно прекрасно у нас виден позвоночный канал. В случае какой-либо травмы, опухоли, все мы это можем увидеть. Поперечные отростки, остистые отростки позвоночника. Тело позвонков. Все это прекрасно видно. И можно достоверно оценить. Также в этом режиме хорошо видны кальцификаты, если они есть в легких. И другие патологические включения костной плотности. Здесь можно сказать, что каких-либо признаков патологических изменений мы не видим. И таким образом данный пациент является ярким представителем заключения к этой картино-возрастной нормы. Так мы можем говорить, потому что в легких нет никаких ни очаговых, ни фильтративных изменений. В мягких тканях в зоне осмотра. Также нет никаких изменений и образований в граничном скоплении жидкости. И невидимых ни костно-травматических, ни костно-деструктивных изменений скелета грудной клетки. Все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok